Уважаемые представители СМИ, здравствуйте! Сегодня мы созвали экстренную пресс-конференцию в связи с чрезвычайными, на наш взгляд, мерами, предпринятыми полицией, что подтверждает очевидный факт установления в Молдове полицейского государства после так называемой победы так называемых проевропейских сил. Сегодня представители Управления спецопераций, чьи действия руководятся неким черным полковником Кавкалюком, обрушились с арестами и обысками в офисы, а также в квартиры наших активистов. Мы расцениваем эти действия как вопиющее нарушение всех демократических норм и стандартов. Мы расцениваем эти действия как преступление против прав человека и демонстрацию слабостей режима, проявленную в период, когда идут переговоры по установлению так называемого проевропейского правления. Сегодня обыски и аресты прошли в Кишиневе и в Бельцах. Двух наших коллег, один из которых был кандидатом в депутаты по спискам политической партии «Патрия» Николай Цепович, а также Сергей Добря, задержали. Цеповича задержали на 72 часа. Добря уже отпущен. Задержали по надуманным причинам, по надуманным фактам, по сфальсифицированному уголовному делу. Здесь рядом сидит адвокат Игорь Шеремет, который вам потом объяснит детали. Я хочу лишь задержаться на некоторых моментах. Дела были открыты в период, когда полным ходом шла предвыборная кампания. 14 ноября было судебное решение, которое было принято без того, чтобы Центр избирком на это дал какое-то согласие. Перед нарушением, в абсолютном нарушении закона. Сегодня ночью я держу в руках ордер. Сегодня ночью на неком сайте бумеранг-сеси... Игорь Шереметович, в 3 часа 12 минут появились некие материалы, фальшивки. В 6 часов 15 минут утра полиция уже имела вот это распоряжение судьи. В 6 часов 15. За 3 часа, меньше чем за 3 часа, все было сфабриковано. Слушайте, в Молдове достаточно людей, которые не раз звонили и обращались в 9.02. Часами до туда дозвониться нельзя. Здесь, в среди ночи, полицейские сидят, они и поняли, что вообще не отходят от компьютера. Моментально находится судья, который моментально пишет распоряжение. В 6.15 врываются в дом. Если это не проявление сталинских методов, то тогда пусть нам власти скажут, что это. Очевидно, что это никак не какие-то европейские нормы. Это право. Абсолютная фальшивка, все то, что появилось. Создали сначала фальшивый аккаунт в Вайбере. Написали там все, что им нужно было. Сфотографировали, поместили, сказали, что это вот они. На основании именно вот этих вот изображений начали обвинять человека в попытке в покушении на убийство этого самого Кавкалюка. Я сейчас официально хочу заявить. Кавкалюк. Мой сын, которому еще нет 4 лет, ждет тебя у меня дома. Ему очень нравится давать шалбаны рыжим мужикам. Но поскольку ты не мужик, то домой ко мне ты не придешь. А если ты придешь, ты получишь от него прямо в лоб. Еще раз повторяю. Этому ребенку нет и 4 лет, но он готов. И я его в этом только поддержу. Мы обратились сегодня во все дипломатические миссии кредитованные Республики Молдова с тем, чтобы донести до них, что произвол, который чинится в Молдове, переходит уже все границы. Мы довели до сведения международной общественности, доводим до вашего сведения, что все аккаунты Рината Усатова в Фейсбуке, в Одноклассниках, были взломаны таким образом, чтобы их невозможно было вообще даже создать, возобновить. Любой возобновляемый ресурс сразу же взламывается. Я не зря обратил внимание на этого Лукья Нюка, потому что я знаю, чем он занимался, фотографируя эти самые изображения, которые сами же и создавали под руководством полиции. Мы считаем, что власти сегодняшние уже заигрались. Это фашистское государство, абсолютно гестаповские методы с применением сталинских подходов. мы осуждаем категорические действия властей, требуем немедленного подключения международных структур к разбирательствам и считаем, что любое замедление, любое промедление играет только на руку бандитам, которые носят сегодня погоны полковника, полиции. Все сфабрикованные дела сделаны для того, чтобы запугать наших активистов, но они этого не дождутся. Придя сюда в офис, вы видели, здесь сейчас активисты собираются всей страны, мобилизация идет полным ходом, чтобы Кавкалюк случайно не подумал, что кто-то дрогнул. И для того, чтобы он убедился в этом, я приглашаю его к себе домой. Адрес он прекрасно знает. Мы хотим вам сказать, что то, как они себя ведут, выдает их повадки, далеко не европейские. В Бельцах, например, в обысках участвовали представители так называемой дирекции АЧИНЧ, 5-го управления МВД, генпрокуратуры, также управление по борьбе с экономическими преступлениями по регионам. там людей просто запугивали, перевернули все верном, испугали детей. Ради чего, время чего, мы в каком государстве живем? Мы прошли эти выборы для того, чтобы вернуться куда-то или пойти куда-то, обращаюсь сегодня к властям, те, которые сегодня ведут переговоры о создании некой проевропейской коалиции. Придумали очередной бред. До сих пор у них был бред партии демократичи, то, что не существует вообще, потому что ни демократические партии не существуют по конституции, их нельзя зарегистрировать. Сейчас придумали очередной бред партии про-европейские. Я хочу знать, вы верите вообще в то, что Филат, Плохотнюк или Гимп являются европейцами? Я не знал, что Гимп в ФРФ функции, если увидим, где европейцы есть. Макар, пежумадян. Саупи Филат, Плохотнюк. Все видим, Кумапара, Принчипи, Лишвалор или европейцы. Я сейчас хочу вам сказать, что вы говорите, что Абукат, Игорь Шеремет, я вам расскажу больше детали, которые будут достаточно интересные. Доброе утро, всеми, мы говорим, что я делаю, что я делаю, в различные доминии, сегодня, что произошло, что произошло, что произошло, что произошло, что произошло, В последние 6-10 минуты были перхезиции. Я хочу сказать, что в различные регионы страны. В Балт, в Комитете в Кишинево. В Кишинево я участвовала как авокат на д. Николай Типович, который, на тело, фигурал визита конкуренту лектора ПАПЕ. На перхезиции, прокурору л-а презентат инхиение din 14 ноембрия 2014. Приви, в действие масурилор respective, в апартаменту луи Николай Типович и в обе автомобили. Нуза даре, ам акцентуа, дата, 14 ноембрия, блаттерна визита, даре, 26 ноембрия, Комисия EleCTORА Централа а дадут консенциумы Д. А фи трасы на респондение contra-динционалов и penal конкурентии или персоанели которые фигурали в listе конкуренту литералу Патрия conform коду литерал в момент регистрируя конкуренту литерал в каузу Патрия а фост 13 октября respectив пына при 26 ноембрия Орекаре орган фи е а пракуратуре фи е органол динтерне а армедири министерал динтерне а веа дептут са инитьезе о процедуре контрабенционал са о каузе пенал щенимич длочит саа autorизее анумите перчезити в кадроле очастного каузе доар амбаза кауза Комисии Электуаре централе амбаза Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Я покупаю два телефона, регистрирую на них вайзер, и на одном будет дома, а на другом будет плахотнюк. И он будет спрашивать, плахотнюк как дела, по усатому сняли из выборов, не сняли и так далее. То есть такие дешевые инсценировки. Если мы за это уже сегодня арестовы, да, я ненавижу Кавкалюка. Да, Кавкалюк сядет в тюрьму за то, что творит весь этот беспредел. Но у меня вопрос, ребят, у нас худо-бедно в Молдаве работает СИП. Адвокат Шеремет говорил на тему того, что мы писали заявление на прошлой неделе. На прошлой неделе страна видела, когда с моего аккаунта Плохоток подготовил диверсию на тему, там, все, прошу всех с оружием в руках, прийти к зданиям правительства и так далее. На сегодняшний день у меня отключены все аккаунты в фейсбуке, я не могу зарегистрировать новые. Мне сообщили, что есть письмо из молдавских спецслужб в фейсбук, где назвали меня террористом-экстремистом с просьбой отключить все аккаунты. Они были отключены, сейчас этим адвокаты занимаются. Но этот бесстил, сколько можно его терпеть? Чего нам ждать? Что завтра меня обвинять уже в покушении Геннеди? Или когда я покинул страну на прошлой неделе, за 4, не за 4, там, в 11 вечера предупредили нас о том, что я буду арестован. И меня начали обвинять, опять же, про филатские, там, про Плохотниковские СМИ, что вот тут сад избежал. Я не сбежал, я вылетел из страны для того, чтобы разобраться, понять, что они нам делают. И поверьте мне, если надо, я сейчас вернусь, причем намного быстрее, чем ждет Кавкалюк. Мы в пятницу решили проверить Кавкалюка вечером, как он среагирует. Был оплачен вип-зал в Кишиневе на мое имя. Вечером, чтобы вы понимали, в аэропорту было более 50 работников полиции. Морали и Кавкалюк заявляют, что они не собирались меня арестовывать, это все вранье. Средственно за это отвечает некий, там, Мануэль Вячеслав, в директе ОЧИН. Сегодня я призываю все молдавское общество, все граждане Молдовы, объединиться против того беспредела, который творят наши власти. Потому что, если усатый не успел один раз в фейсбуке, заранее, потому что у меня и фейсбука нет, написали, что завтра будут обыски. Вот сейчас хочу вас поставить безвестность, что завтра обыски будут в Резинском офисе, где будут пытаться хотя бы там что-то подбросить. Я прошу всех, все международные организации и их представители вмешаться в эту ситуацию, потому что чего нам ждать сегодня? О какой демократии мы говорим? О каких правах человека? По охотню, когда хочет, прокурор подписывает все, что угодно. Филат захотел, полиция работает. В стране масса преступлений, и ими никто не занимается. Все продолжаются заниматься Ренатом Усатым. Объясню вам зачем. Потому что Филат четко сказал, и это было в ночь, в воскресенье, на понедельник, когда читали голоса. Потому что посольство задает вопрос, покажите доказательства, где контрабанда, где деньги из-за рубежа. Чтобы вы знали, они не представили никаких доказательств ни в одном посольство. Только потому что их не существует. То, что они там арестовывают, уже мое имущество. Завтра или послезавтра я официально буду объявлен в розыск, чтобы вы знали. То есть, видите ли, они не знают моего местонахождения. Я сегодня звоню в миссию из печали. Я говорю, послушайте, может быть, допросите меня в скайпе. Потому что мне возбудили дела, когда вся страна видела три уголовных дела, которые я опубликовал в Фейсбуке. По одному из них есть вот эти все проблемы. Дело с контрабандой валюты. Когда я писал в Фейсбуке, звонил в милицию, возьмите меня допросить. Полугода они ничего не делали по этому делу. А сейчас она занята выборами, подсчетом результатов и так далее. Расправляться с нашими активистами, в том числе со мной. Давайте оставим, ну, сколько можно с тем, что Филохотнюков в Молдове делают все, что хотят. Я понимаю теперь очень многие вещи. Зачем Филохотнюк летал Горбунцову в Лондон за две недели до того, как появился репортаж на этого? Я понимаю, почему Горбунцов написал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить, иметь текст в отношении усатых, покрушить, ну, там, и так далее. Я понимаю, что Филохотнюк может быть нервничать, и что-то чувствует за собой, и решил пустить Пахтан Кусатов, так это самая большая глупость. Но то, что Филохотнюк летал Горбунцову не просто так, это факт. Почему заявление, которое написал Горбунцов, находится у того же прокурора Морару, который фактически занимается нами последние несколько недель. И вот эти обыски авторизированные, то, что Филохотнюк летал, это же прокурор Морару. То, что Морару, прокурор, контролируемый лично Пахтюком, об этом журнал Горбунцов целый год рассказывал, по-моему, еще два года назад. Я понимаю, что они сегодня пытаются любыми путями спровоцировать меня на те или иные действия. Вы видели, я не допустил выход людей на улицу, когда моего аккаунта их призывали. Мы никого не призвали, а такие же сайты негодяев, как Умиранг Чечен, который писал, кстати, летом, что Усатый помогает детям, потому что он педофил. Как Зиару Национал, абсолютно зеленый портал, который в день, когда ЦИК решил нас снять с гонки, значит, уже вечером провокационные статьи писал. 20 автобусов, активистов Усатого выехали на Кишневе и так далее. Я обращаюсь ко всем, кому не безразлична демократия в Молдове. Давайте остановим этот беспредел. Если в том, что должен сесть Усатый, чтобы выпустили остальных, нет проблем. Я сейчас к этой посадке подготовлюсь и приеду. Накрывать сегодня людей, за сутки открывать дело. И обвинять уже в убийстве Кавкалюка. То, что Кавкалюк обижен судьбой, и он рыжего цвета, это сегодня, ну, извините, но у нас таких Кавкалюков хватает сегодня в мире, понимаете? То, что он рыжая гиена и шакала, это так. Но, вот исполнять такие длинные переписки, вы знаете, ребята вам могут показать мой вайбер. Во-первых, у Усатого на вайбере нет фотографий. Смысл иметь вайбер со своей фотографией. Во-вторых, тут такие длинные сообщения. Я их не могу физически писать. У меня пальцы большие. Я не могу писать на иконе длинные тексты, потому что, ну, как бы, да читают. А тут такие тексты грустные в фейнбуке. Просто с умом там он может сойти. Коля Цепович меня договаривает убивать, как его после, понимаете? Просто мы рады. Я хочу передать всем активистам страны. Ребят, мы вместе. Я сегодня вечером запишу еще одно видеообращение, чтобы не задерживать представителей СМИ. Завтра, во-первых, нужно поехать на Тегина-6 поддержать Коля Цеповича. Заодно, может быть, Кавкалюк найдет там несколько трупов. Они же монетаризируют морг каждые 30 минут. Ждут свежие трупы, которые должны найти при нашем каком-нибудь там акции, при нашей акции протеста или митинге. Пусть трупы Кавкалюк держат дома. По нему будет отдельная пресс-конференция с отдельными материалами. Сейчас, так как у меня нет возможности общаться напрямую с представителями молдавских СМИ, я с удовольствием отфенчиво вас вопрос. Смит. Согласен. Г reasons. Говорите, если вы истинные материалы в Казах, пока не знали? В сези, если вы не считаете правительной пресс-конференции, почему начинает пресс-конференция Попереса? Пресс-конференция, да. В каких телевизионе вы общаетесь? Попереса? Попереса, попереса, поператор. Попереса. Да. И ты так, кунговой сам, вот эти телевизионные начались в Клодире, что по естественному оповердить при Ренату Сад и Страшниче, а про кого к Плокотнюку дискисты телевизионные начались в Клодире и бени. Мы еще раз висли со национализм Клодире, а с нуля страничим телевизионный певараж. Ём парасы цара, и камзак Плокотнюка в гостру, все врачи и пачи, в прокуратуре, что жудикат. Что это цара обозутся в темы на три года, когда Плокотнюк вот один летит, Ваня Плешко по стойке смертно, сколько дети взял, с поли-луй, в гостем, и грел, да вольком, улуй, лу-э, 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 лу-э. Вырок, фрумыс, фэр, а, кинуй, я ж виноват детей парасы. Вот это, как република Молдова, потеря и узурпаты. А, поцеледет? Вечам парасы. Гридеца пока смартур. Но Макпи Плохотнюк называл Салвезы, баня не лишила Пагамские острова. А Шады, Куфилад, Шасфак, Кубки Индой. Остаем в Афурме. Малеску андопта ответь, они дискриминали. Есть ли у вас идея спорить как-то легитимность выборов, учитывая то, что у вас снялись предвыборные гонки? Вообще, как-то в этом плане есть ли у вас какие-то идеи? Нет. Я услышал нелегитимность выборов, просто очень плохо слышно, извините. Есть ли идеи, каким образом можно спорить легитимность выборов? Если вы так считаете. Во-первых, то, что я не считаю, уверен, что выборы были нелегитимны, это 100%. И не потому, что Ренату Сарти так хочет. Но снимать нас выборы, вы посмотрите внимательно уголовные дела, что там написано. Значит, по оперативной информации, Усатый, наверное, потратил 8 миллионов на выборы. Мы считаем, мы думаем, что Усатый использовал деньги из-за рубежа. Ни одного доказательства их быть не может. Поэтому о легитимности выборов не может быть и речи, понимаете. И сегодня мы думаем, я говорил о том, что буду действовать законно, но касаемо Филата и Плохотнюка, я заявляю со всей ответственностью, что буду действовать так, как я хочу. Вот, потому что эти два преступника, для счет них никаких законов, морали быть не может. Это я вам заявляю со всей ответственностью. Пусть они это рассматривают как угрозу, как угодно. После того бреда, что мы увидели сегодня, уже пусть думают, что хотят, понимаете. Может быть, я понимаю, кстати, сегодня, помимо нелегитимности выборов, вот, любуюсь на секундочку, почему Филат с Плохотнюком нервничает, а конкретно один из них, я разбираюсь, кто. Потому что вы вспомните одну из пресс-конференций полтора-два месяца назад, где я говорил, что за пределами Молдовы задержан один из, не знаю, как правильно сказать, подельников, руководителей вот этой банды киллеров, которая сидит по делу метров. Один из них дал показания, что один очень известный политик заказал Усатова в мае этого года. Я понимаю, что сегодня кто-то из них, я не хочу сейчас говорить конкретно там Филат или Плохотнюк, потому что я должен во всей этой истории разобраться, увидеть там доказательства, возможно, выключу туда, поучаствую в допросе. Но сегодня ребята понимают, что они доиграются. Мало того, поверьте, за них европейцы и американцы возьмутся сейчас очень серьезно. После того, как будет сформирована Альянс, они там больше не нужны. Плюс еще есть Ренат Усатый, который, поверьте мне, в Викнем случае будет похуже. ЦРУ, МОСАДА, СРАЕ и всех структур в мире вместе взят. Рената, Комсомольская правда. Скажите, а зачем вам приезжать в Молдову, если сегодня-завтра вас объявят международный розыск и задержан здесь? Лёд, во-первых, спасибо за вопрос. Я вам скажу, что я в Молдове, если надо будет, приеду вместе с розыском. Да, будут встречать 10-15 тысяч человек. Может, 50, понимаете? Но сам факт, вы же понимаете, что розыск же делается не для того, чтобы посадить Усатого. Делается для того, чтобы остановить всю нашу деятельность в Молдовии. И самое главное, они должны перед своими западными хозяевами оправдаться, потому что там задают вопросы. Ребята, мы все понимаем, мы не видим доказательств, что Усатого сняли закон из выборов. То, что вы показали, это не работает. Это им говорят многие западные послы. А в Молдовию я приеду, об этом будет известно заранее, это не будет сюрприза. Хотя я не исключаю порядок, что могу приземлиться на парашюте на здании правительства. Не прыгал лет 10, потерял форму, наверное, но ничего. Я думаю, две-три тренировки, и все будет порядок. Могу приземлиться у Плаходнюка в квартире на Болгарской. Сегодня что? Будут издеваться над моими людьми, закрывать их за... Хорошо, пусть Плаходнюк уже, чтобы доказал, что дело, что хочет. Пусть возбудит дело по убийству президента Кеннеди в США. Сегодня эти все их истории, переговоры с Горбунцовым, они сегодня... Филат дал команду пенитенциарным этим учреждениям найти в тюрьмах, там неважно, там, криминальные авторитеты, бандиты, которые согласятся за облегчение условий, в которых они находятся, дать на Усатву те или иные показания. Так пусть уже пойдут к Малахову, но пусть говорят, или наждит меня и скажут, все, кто хочет что-то рассказать про Усатву, приходите. Понимаете? Потому что сегодня они должны сделать из меня преступника, остановить, запретить, арестовать. Я не удивлюсь, если они организуют покушение уже на меня в Москве. А скажут, да нет, русская магия разобралась в Усатву. Ничего у них не пройдет. Все. Спасибо. Все, вопросов пока нет. Если есть вопросы, еще задавайте. Да, самое главное, Саша, сегодня. Пока я хочу передать привет всем нашим активистам. Ребят, я хочу извиниться за то, что происходит в вашей жизни. Я хочу извиниться перед семьей Николая Цеповича, Николая Григоришина, Ваня Саяну, работников охраны. Потому что за то, что их путали власти во всю эту историю, для того, чтобы подобраться к они. Вы все равно победите. Все равно право. Активистам не надо отчаиваться, потому что если Филат с Плохотнюком пошли по беспределу, ну, значит, бумерангами ими обернется все то, что они начали. Сами придумали сайт, сами ответят. Я рекомендую последний раз Плохотнику с Филатом держать себя в колготках, потому что потом их не поможет ни одна помада, понимаете? Ни с блеском, ни матом. Спасибо. Я обязательно выйду с видеообращением сегодня в Ютубе как активистов. Обращаюсь к посольству США. Верните мне в Фейсбук. Что значит молдавские власти назвали усатого террористами, экстремистами, у меня нет Фейсбука. Да, там родился, там сотни тысяч подписчиков сегодня. Опять же, решили кто-то в прокуратуре, в суде, взяли и испугали этого рыжего американца. Все, Фейсбук закрыли. Потому что так захотел Филат и Плохотнику. Буду создавать свой Фейсбук, буду создавать новые соцсети. Я сейчас в Москве времени свободного побольше, но я держу ситуацию под контролем 2-4 часа в сутки, все будет порядок. Прошу всем СМИ, кроме Плохотниковских и Филатовских, пожалуйста, донесите правду до всех граждан. Мы не просим, чтобы вы нас любили или хвалили. Но делать так, как делает публика ТВ свои, там форные эти бреки-ньюс, нам этого не надо. И в следующий раз, Саша, придет публика ТВ, правильно, выкидывайте микрофоны в окно. Журналистам претензий нет. Просто все равно там я знаю, кто руководит новостными блоками. Журналисты-то ребята ни при чем, они нормальные. Ладно. По всем вопросам, значит, СМИ, у пресс-службы будет мой контактный телефон в Москве, в любое время можете звонить, задавать вопросы. А по Кавкалюку, Кавкалюку тоже привет, и могу ему сказать, что его никто не заказал, по одной простой причине, что такие цыплята как он никому не нужны, даже бесплатно. Поэтому, что вам нравится? СМИ! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok